Здесь начинается наш американский сектор, и вот примерно сюда, в эту сторону, распространяются американские растения, которые у нас здесь происходят. Я садовником родился, не на шутку рассердился. Знакомая всем детская присказка. Алексей Прохоров садовником не родился, но, закончив биологический факультет Петрозаводского университета, решил, что эта профессия ничем не хуже профессии летчика, инженера или того же тренера. Правда, мечту свою ему удалось осуществить лишь спустя 10 лет, когда получил должность директора ботанического сада университета. Наследство досталось, конечно, нелегкое. Ботанический сад основали 45 лет назад. За это время, благодаря дружеским связям с коллегами из Санкт-Петербурга, Москвы, Архангельска и других городов, в основном севера России, удалось создать приличную коллекцию дикорастущих растений, позднее поделенную на американские, азиатские и европейские секторы. Площадь сада заняла 370 гектаров земли, а его территория протянулась на 4 километра вдоль берега озера и раскинулась вширь еще на 2 километра. Для Карелии ботанический сад уникален и по разнообразию своих растений, выживающих в естественных условиях, и потому, что он единственный во всей республике. В мире существует полторы тысячи ботанических садов. Из них в России находится около 70. В Карелии один. Все ботанические сады в мире занимаются, в принципе, одним и тем же делом. Они хранят у себя живые коллекции растений. Естественно, таких садов нужно много, потому что каждое растение требует особых условий. Вторая часть работы ботанических садов – это перенос растений, приспособление растений, подготовка их к выращиванию, культивированию в условиях новой среды обитания. Через ботанические сады прошло наибольшее количество наших привычных сельскохозяйственных культур, включая картошку и помидоры, которые вначале попали в ботанические сады Европы, а уж потом в наши поля и огороды. Но в последние годы университетский сад оказался предоставлен сам себе и своему директору. Денег, перечисляемых университетом, едва хватает на зарплату сотрудникам и рабочим. Все прочие расходы покрываются за счет коммерческой деятельности, если можно назвать таковой продажу саженцев. Директор ботанического сада предлагает сотрудничество комбината благоустройства и комитету городского хозяйства. Но дальше обещаний дело пока не идет. А предложить ведь есть что, хотя бы для озеленения города, в планах размещения лыжной базы и строительства туркомплекса. Здесь уже надежда на понимание со стороны карельских властей, лишь бы не препятствовали. А если сад выживет, тогда и научная жизнь в нем возродится.